всем привет мы наконец-то начали на дворе лето июнь новосибирске тот самый день когда единственный раз году плюс 30 а мы все в 52 раз отняли серединку этого дня у наших близких чтобы поговорить о вечном о связях и связи вот макс например сегодня не пошел на свадьбу чтобы в как как всегда в лучшем виде обеспечить нам техническое сопровождение надеюсь макс это была не твоя свадьба в гостях линк мя в этот раз александр просвирнин любитель инженер системный администратор вай файов начальник и контроллеров командир привет саш раз пару слов о себе для наших служителей ничего особенного учился в радиотехническом там собственно у меня был очень хороший преподаватель по рпд у радио передающим устройством у нас была радиолюбительская собственно станция я туда случайно попал абсолютно то есть с этого момента стал заниматься именно ну именно радиосвязью радиопередачей вай фай подключился на самом деле совсем недавно то есть сильно прям интересоваться вай фаем на я начал последние два года всего лишь то есть имею помимо этого два сертификата микротика мтс на и роутинг инженер учусь на вышке ничего особенного ну понятно особенно или нет мы узнаем чуть попозже когда ты начнешь свою основную часть у меня кстати дома вай фай на микротике умер а потом микротик тоже умер вот как вы уже поняли мы сегодня говорим о вай фай этим мы уже занимались в 12 выпуске с кириллом черниковом но в этот раз пойдем глубже а еще светим наболевший у многих вопрос с роуминга это все минут через десять сейчас у нас веселый патреон и рубрика новостей с миру по витухе до монету сетка кто первый кто смелый почему патреон должен быть веселый но он не должен быть грустный как минимум ну хорошо тогда все улыбаемся что и и благодарим всех кто нас поддерживает и тех кто присоединился команде поддержки если верить патреону за прошедший месяц к нам присоединился филипп человек с ником воев евгений торин григорий рощев вообще что-то много в этом месяце молодцы ребята андрей богославский и все кстати разогнался а чё-то да тут такой просто список большой я потом понял что не в ту сторону читать начал в общем да веселый патреон на этом наверное кончился и врывается заспадная наташа нет но я успела проснуться что вы так рассказывать и поспать тоже успела и не смотрите на то что в новосибирске уже четыре часа дня сон это ужасный пережиток прошлого это точно надо зарабатывать деньги и так новости которые бурно обсуждались в том числе в нашем телеграм-чате это первые две роскомнадзор я даже не знаю стоит ли тут продолжать потому что информации в интернете очень много вряд ли я скажу вам что-то новое сейчас но если в двух словах то ситуация сложилась так что некоторые операторы не захотели видимо себе или не смогли установить dpi для анализа анализа трафика и просто блокировали запрещенные сайты по ip адресам которые получали обычным днс запросам ну и в результате некоторые сообразительные товарищи выбрали себе насколько я поняла сайты которые уже раньше попали в список роскомнадзора их оттуда никто не вынес и они благополучно зарегистрировали их себе и давай туда в dns записи всякие ip адреса записывать в результате пострадали и роскомнадзор и различные банки по моему в прошлую пятницу неделю назад была были проблемы с транзакциями я к счастью с этим не столкнулась но пара моих друзей сказали что действительно проблемы у них были с сбербанком в такой технологический пранк да в общем очень много в интернете негатива в отношении сотрудников роскомнадзора их некомпетентности и конечно же глава роскомнадзором александр жаров решил постоять за себя и сказал что во всем виноваты операторы хотя конечно не все только половина те которые производят блокировку собственно с использованием самого грубого механизма по ip адресу то есть по его словам есть 20-25 процентов операторов которые все-таки установили dpi и блокируют точечно и еще процентов 30 тех кто сами блокировку не осуществляют а пользуются услугами вот тех первых 20 процентов ну в общем так или иначе 50 процентов операторов это достаточно много не знаю конечно какая у них там абонентская база но видимо большая потому что сколыхнула общественность в общем для решения проблемы он предложил подготовить законопроект дающий органам власти право самостоятельно определять порядок блокировки ресурсов также он заявил что масштабы проблемы сильно преувеличены объяснив собственно что операторы не имеющие возможности корректной блокировки не являются системообразующими и как правило имеют малую абонентскую базу но в состоянии положить процессе сбербанка как оказывается там же насколько я знаю они роскомнадзор в смысле не регулирует именно методы блокировки то есть это на уже так скажем на плечах провайдеров лежит да вот этим они сейчас и хотят заняться вот этот вот законопроект дающий право самостоятельно определять порядок блокировки ну то есть может быть когда-нибудь этот закон доведут до ума и станет хоть понятно что надо делать да только непонятно за чей счет как всегда это уже другой вопрос как всегда как сорм за счет того кто предоставляет услуги кому больше всех надо я понял что у нас под телеком подкасте то и нет никого из операторов чтобы задать им вопрос а как вы блокируете сайты забавная ситуация кстати да но я разговаривала с другом который работает как раз таки в одном интернет провайдере он рассказывал как было весело им получать письма от роскомнадзора про белые списки чё там веселого текстовичок ну просто сам по себе факт получения письма в котором просится набор набор айпи адресов да не блокировать собственно у операторов кажется кто-то через себя просто переступил в этот момент ну почему ну обычно все блокировали блокировали а теперь надо разблокировать да ну если это айпишник самого ревизора когда у главного человека перестает работать контактик а еще хуже если у жены главного человека перестает работать контактик там можно и не одно письмо написать где-то еще я видела статью там было описано что заблокирован был айпишник который имеет к отношению чуть ли не там и телеграм и сайт первого канала и вконтакте и по-моему одноклассники ну в общем все-все-все на самом деле это уязвимости достаточно много времени и там нюанс такой если брать xml которую получают от розыкомнадзора и свой dpi вливать несмотря на нее можно очень больно обжечься поэтому если допустим dpi какой-то там нормальный и есть некое обслуживание и вот эта обслуживающая организация присылает уже нормальную xml где ну хоть какой-то парсинг есть то это хорошо если без душно но как на винду обновление ставить наподобие вливать в суде xml не разбираясь ее содержимым можно и свою сеть положить еще чего-нибудь и с банками также но то есть здесь аккуратно нужно как надо парсить и готовить свой розкомнаджор же это или чё как сказать они чё такие давайте-ка мы что-нибудь заблокируем и что-нибудь блокируют они чё не думают о том что что они блокируют друзья стиле комов которые работают еще и за них должен подумать послушай друзья стиле комов которые сейчас там работают видели вообще вопиющий случай когда xml к приходит и там заблокированы там огромные там flash 8 либо около хост фигурирует в этой xml ки поэтому аккуратно оттверждаю да или слышни в ту сторону стоит или вообще пишут хост-нэйм в ip адрес в поле ip адреса или наоборот слушайте а я понял надо просто заблокировать айпишники корневых днсов подождать чуть-чуть чтоб кэша обновились вот тогда заживем админский способ ну поехали дальше да следующая новость потревожила большое количество абонентов одного из операторов большой тройки за прошедший месяц мегафона произошло целых два крупных сбоя на территории москвы нижнего новгорода самара и других городов европейской части россии собственно первый сбой считается крупнейшим в истории оператора но думаю что второй просто на фоне его уже не выглядит таким уж и страшно первый сбой произошел 19 мая в результате его страдала в первую очередь голосовая связь то есть интернет при этом работал говорится что причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети мегафона проблема возникла из-за ошибки софта хюль покат установленного в системах обработки данных компаний следующий сбой произошел всего четыре дня назад 13 июня основа страдала голосовая связь и смс что вызвало новый сбой не уточняется на сайте самого оператора по крайней мере я это информация не нашла но они обещают усиленно мониторить ситуацию и приносит свои извинения интересно конечно если второй раз не наступили на те же грабли это конечно очень печально хорошо что у нас сибири все работает а все же наверно читали этот постик распал расползшийся по интернету от мегафона как все плохо и мы все умрем и вообще очень увлекательны да так что умрет мегафон или как делаем ставки давайте дадим ему шанс оклематься он понял что у них не все хорошо может быть они возьмутся за ум если было два факапа будет и третий ну и до ложка меда мегафон все-таки установил российский рекорд скорости мобильного интернет-соединения в первый день петербургского международного экономического форума мегафон и huawei установили абсолютно рекорд скорости мобильного интернет-соединения в россии продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 гигабит в секунду между прочим на своем стенде они представили базовую станцию пятого поколения в действии для чего был задействован режим работы tdd в частотном диапазоне 70 гигагерц шириной полосы 2 гигагерца вот немножко цифры к вам вот это цифры на 35 гигабит в секунду уже гораздо больше похоже на 100 гигабит которые обещают в 5g а это извини на какую часть сети такое ограничение в 35 габит точнее такое достижение не на соту же тут речь о базовой станции а может быть прям до абонента я думаю что это возможно было просто стенд вряд ли они прям в живых условиях у меня и 4g пока я не везде работают на мегафоне не ну они молодцы мы вот недавно ездили на очень-очень много где я же интернет работал хорошо ну все сначала обхаяли мегафон теперь похвалили мегафон все теперь делаем новые ста мы снова нейтральны не расстраивались между прочим в импелкому и мтс у тоже досталось потому что пера абоненты они же не понимают почему они не могут дозвониться и они похоже тоже оборвали немножко контакт-центр ну а так и надо нечего ну главное что в импелком и мтс сказали что у них все хорошо ада йота же еще пострадала ну йота да вместе с мегафоном ну давайте дальше да дальше новость совсем-совсем свежая может быть даже вы еще об ней не слышали nokia объявила запуске своего нового чипа четвертого поколения который называется fp4 все что-то еще хочешь почувствовать момент да собственно они утверждают что это самый быстрый в мире процессор для сетевого оборудования кроме того сразу были представлены роутеры которые используют новое решение и их ну опять таки по их словам можно считать наибыстрейшими на рынке процессор обеспечивает передачу данных на скорости 2 и 4 терабита в секунду что в шесть раз превышает показатели наиболее мощных чипов в своем классе он нашел применение в маршрутизаторах nokia 7750 и 7950 и последний позиционируется как самый производительный роутер и он поддерживает передачу данных на скорости до 576 терабит в секунду без подключения дополнительных сетевых модулей интересен вопрос то есть роутер-то роутер а если поверх айпи сек на рулите ли там несколько тонн правил фаервола то есть подробностей никаких я так понимаю речь идет о сетевом процессоре да да процессор этим не занимается обычно то есть для этого то есть для этого устанавливать какая-нибудь дополнительная плата которая занимается такими интеллектуальными вещами как и писек над фарова так далее не но если уж это роутер но даже даже если троту но если это большая железка то есть если не если большая туда ко мне кажется домой такие еще не скоро понадобятся так что это да это это стоящий ну почему с начала этого года например в японии уже фттх и 10 гигабит тянут и чё они с ними делают сам факт то есть у них транслируется 4к уже хорошо в японии и японии конечно молодцы я видела недавно что они к двадцать пятому году собираются 5g покрыть всю страну есть такое им легче это сделать чем нам ну как будто ни было занимается такими вещами не сетевой процессор от центральной и вот от центральной уже зависит сколько он сможет прокачать через себя не на новость-то интересная как дополнительную фичу они говорят что их процессор сможет уменьшить вероятность ддос атак каким образом раскрой ну вот какие-то встроенные функции безопасности которые подробности конечно же нет возможно это совсем какая-нибудь большая тайна чтобы они не рассказали может кажется там какой-нибудь правил да можно заливать чтобы он их отрабатывал против ддоса вот уже и получается что это не очень простой сетевой процессор у них там какая-то высокопроизводительная расширенная технология пакетного анализа и управления может быть она как-то участвует в этом надо подождать какой-нибудь информации более подробно про него ну хотя наверняка я кстати эту на их сайте на официально много чего есть да еще скину ссылочку а да сейчас я скину уже но кстати про него написано что он сделан я так понимаю на 16 на метровом процессе интересно ну и самый маленький но как для сетевых процессоров по моему это прикольно будет меньше греться наташ еще есть новость нет сегодня все спасибо за новости и мы переходим то сегодня к основной теме вай-фай про него уже столько говорим настолько писано но тема все равно остается живой актуальны как оказывается и александр вообще вызвал маленький ажиотаж как внутренний апток и принципе услышателей когда я озвучил тему этого подкаста поэтому сегодня самые такие темы которые наверное нигде не раскрыты особо глубокого рунете вот ты про них расскажешь я правильно понимаю про роуминг чуть-чуть то есть больше все-таки про физику роуминг то эта тема уже больше ну скажем организации нежели именно вайфая как протокола как стандарта потому что там на самом деле физики то немного это же у нас l1 osi всего лишь ну все все грустно замолчали расходимся про роуминг не будет да нет на самом деле заповедь вайфая только одна не используйте вайфай то есть это один большой домен коллизии это представьте что у вас сеть в браткаст ну все об этом знают и так отлично то есть там на самом деле не так много как казалось то есть это больше информации для неискушенных пользователей потому что хотя достаточно старая то есть первую например модуляцию предложил нам еще тесла то есть это расширение спектра скотчка образную перестройка частоты ну это псевдо случайная конечно перестройка но сам факт сейчас пользуется мимо различная но опять же модуляции модуляции например у вас в телефонах и в ноутбуках по-хорошему антенки находятся 90 градусов под углом друг от друга это тоже модуляция то есть это диверсификация за счет поляризации антенны то есть то что у вас на асусах дома стоили там на точках циска или где угодно антенки всегда стоят вертикально все направлены это неправильно одна должна быть вертикально одна горизонтально чтобы их поляризация не пересекалась то есть может можете это протестировать просто направив если это всенаправленная палка можете направить ее на себя и отойти на 10 метров сигнал будет намного ниже чем когда вы ее повернете во вторых то есть ну вайфай вайфаем совсем недавно у нас разрешили 60 гигагерц другое дело что 60 гигагерц это у нас затухание совсем дичайшие и дома 60 гигагерц ставить очень интересно то есть две стены уже не прошибет то есть это на прямой видимости а если дуть 60 гигагерц где-то на улице то это по любому лицензирование потому что мощность будет очень не слабая у нас же сейчас разрешено всего лишь 200 милливатт на 5 и 100 на 2 и 4 проблема 2 и 4 в том что это микроволновки bluetooth метеорадары различные айвру метеорадар у нас пятерки метеорадар у нас пяти гигагерцовом диапазоне с 52 по 140 вроде каналы если я не ошибаюсь там мне в презентации где-то должно быть после 52 по 144 кстати в тему каналов на последнем канале можно вещать одним ваттом 5 гигагерцовом диапазоне это на частоте 585 825 можно вещать одним ваттом не лицензируя кстати вопрос лицензирование если в них если вы провайдеры не хотите лицензироваться то вы можете этого не делать то есть последних заседаниях короче изменили процедуры лицензирования она не обязательно то есть есть лицензирование для выделения частот то есть лицензировать точки сами не обязательно если они у вас уже продаются в россии значит с ними все нормально то есть лицензируется выделение частот там упрощенная процедура для этого происходит но это не обязательно если вы вещаете в разрешенном ну свободном диапазоне даже если вы провайдеры если у вас собственно разрешенная мощность то есть на пятерке это 200 милливатт на 24 это 100 вопрос не совсем вопрос уличных точек это другое либо можно купить квартиру и выставить точку из окна либо если эта точка именно уличная то она не лицензируемая только если она не выше 10 метров над землей я все то есть если на трубу завода повесил то уже надо за лицензией бежать если выше 10 метров от земли то да как интересно именно есть свои вот особенности такие то есть это же законодательство то есть тут важны детали ну кстати про 10 метров никогда не слышал забавно немножко назад вот и там говоришь что в 5 герцовом диапазоне можно на 1 ватт вещать есть предложение давай объясни людям 1 ватт это сколько 1 ватт это много есть такое понятие грубо говоря ваты это мощность подаваемая на антенну то есть усиление измеряется в децибелах то есть такое понятие как дбай и дбм ввести эта цифра в попугаях загуглить ее не сложно то есть это величина введена просто для удобства понятия и состыковки различных мощностей то есть мощности оборудования и от таких как усиление антенны и мощность излучателя потому что например у меня вот есть антенки дома стоят уличный комплект они рассчитаны на 100 ватт подводимой мощности вайфайные то есть есть сюда подвести 100 ватт я буду светиться ночью то есть микро у меня есть уличный микротик тоже то есть она 1 ватт если подвести на него 1 ватт именно выходной мощности этот 1 ватт это 30 дбм у нас получается 30 плюс 15 это 45 дбм или почти 33 1 или 3 ватта то есть излучаемой мощности эквивалентной то есть эта цифра в попугаях она нереальная этой цифра эквивалентна изотропному ну то есть идеальному излучателю который излучает одинаково во все стороны то есть у антен же есть диаграмма направленности то есть в одну сторону они усиливают сигнал лучше другую хуже то есть и дбай это вот следующая величина дбай дбм могут складываться вместе просто то есть получается так в одну сторону они усиливают лучше друг другу грубо говоря в сторону их поляризации лучше но слушай смотри в чатике все равно просят остановиться на децибелах там дбр дбм их чуть подробнее я вот это вот как всем столкнувшимся пытаюсь объяснить то есть дбл это что это отношение чего-то к чему-то там еще как бы участвует логарифм но логарифм это сложно не надо про него помнить то есть это просто когда мы берем две какие-то величины то есть какую-то например опорную идеальную скажем так и как-то ее пытаемся измерить с нашей реально существующей вот и вот у нас получаются значит дбл и это просто вот как это отношение но нам что-то показывать но за счет логарифма но не линейно и поэтому очень удобно использовать да 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 то есть это подожди да я закончу мысль то есть когда у нас 0 дбл да то это значит получается что наша величина соотносится с идеальной как бы один к одному но например если 10 дбл это значит что они уже различаются в 10 раз а 20 дбл это уже в 100 раз и там дальше понеслось там 40 дбл это уже по моему 10 тысяч раз разница то есть просто очень удобно и удобные в измерениях такие соотношения да то есть цифра в попугаях и там насколько я помню опорная мощность при измерении ну в дбм это один милливатт то есть такое да это логарифм это цифра в попугаях она нужна просто для удобства измерения удобства расчетов еще в чатике то пишут длина волны длина волны 2.4 примерно 12 с половиной 12 сантиметров если они ошибаюсь пятерка но в два раза меньше но это видимо к тому что тоже чатике пишут что циска якобы советует располагать антенны одинаково и на расстоянии пол длины волны вот что-то как-то да нет ну тут есть особенности например опять же размер антенок измеряется в зависимости от длины волны то есть можно сделать антенки все либо полная длина волны то есть ну если у вас вай-фай 2.4 да то есть от ноутбука если вы хотите сами сделать антенку через пиктейл вам нужно вам нужен проводочек 12 сантиметров либо половина длины волны либо четверть длины волны то есть кратное число можно больше ничего не мешает абсолютно то есть кратное число должно быть и особенность именно радиопередачи в том что радиоволна может обогнуть все что меньше и и от всего что больше ее длины она либо отразится либо поглотиться ну либо это это частично с некоторым соотношением то есть у нас например вы поставили перед роутером кружку кружку волна обойдет то есть ну с небольшим затуханием конечно но обойдет а вот например пятерка если кружка большая может отразиться уже от нее а если мы что длина волненку бетонную поставим стенка бетонная ну она естественно все отражает опять же с арматуре или без если у вас например арматура сетчатая внутри стенки ну как вариант да то через эти дырочки пройдет если дырки больше чем длина волны то волна пройдет если нет то нет ну то есть значит для улучшения приема вай фая надо в тени дырок наделать да и заклеить обойками лучше нет не совсем лучше вообще вай фай не ставьте протянуть проводок это я вначале уже сказал ну да ну снести стену в идеале то есть все равно будут куча переотражения это тоже плохо то есть он будет роутер же умный то есть он будет он будет видеть что много шумов то есть много отражений сигнала много помех своих же причем и он будет увеличивать паузы между передачами то есть он же не льет нон-стопом то есть он делает паузы между передачами сигнала он будет их увеличивать вплоть до 800 600 наносекунд это очень много то есть опять же чем выше мощность тем медленнее вай фай потому что он опять же делать больше паузы но зато он и достреливает дольше дальше он достреливает дальше опять же переходим к модуляции чем быстрее модуляция тем да тем меньше дальность то есть если вы хотите например чтобы к вашей точке подключались издалека нормальная скорость была ближе вы можете базовые частоты то есть в нормальных железках настраивается как базовая частота при которой происходит соединение и при которой ходят служебные пакеты и частота support то есть частота при которой по которой уже ходит полезный трафик так скажем ее нужно модуляцию делать повыше то есть и можно и протокол кстати накрутить даже повыше то есть можно например чтобы пакетики служебные ходили на 802 11 г на н уже ходил полезный трафик то есть такое тоже возможно то есть за счет этого будет дальность подключения выше но нормальная скорость будет чем ближе к точке то есть во вторых если вы хотите пробивать большие дальности то нужно опять же снижать ну вот я вот смотрю твою презу которую вот марат в канал недавно кинул и я так понимаю что там у тебя еще история какой-то третий слайдик что это вот то что мы хотели обсудить как же вайфай живет в доме когда много соседей это такая картина у меня дома на 2 и 4 на пятерки у меня нет никого на пятерки я царь и бог так и как же вопрос-то как бы в чем как же вот в таком мясе сосуществует столько радиосигналов как они все друг друга не погасят но все-таки договариваются как они не погасят они передают по очереди то есть это основы радиосвязи которые вот как раз таки изучаются в основах то есть так же как радиоспорт ты передаешь когда ты передаешь в любое пустое время то есть как только роутер видит что есть какой-то маленький диапазон он начинает в него что-то кричать то есть остальные ждут поэтому то есть несмотря на то что у меня скорость высокая ну по протокол показывает что у меня там 54 мегабита до подключена скорость реальная у меня там льется голимые там 5-10 мегабит а то и меньше у меня реальная скорость на 2 и 4 вечером порядка 1 2 мегабит несмотря на то что у меня подключение 54 так это тогда у нас как получается да вот например стоит у нас вот 20 роутеров и вот они все такие вежливые между собой договорились вдруг переезжает двадцать первый собранный где-то в подвалах китая который нахал никого не ждет и начинает орать не 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 они либо договариваются то есть если они работают вместе либо просто орут любое свободное время то есть например если у вас точка и контр ну куча точек и контроллер то они могут договориться между собой а если это вот рандомные железки которые стоят у каждого дома они рут в любое свободное время то есть как только появляется дырка он начинает кричать и все остальные видят что о там кто-то вещает ну я подожду то есть во вторых у нас же это все-таки широковещательная сеть то есть точнее широкополосная у нас здесь целых 14 каналов ну 14 это япония то есть ну двенадцать каналов ну 14 короче все умеют 14 нормально то есть очень мало железок сейчас не могут 14 они могут вещать-то не например вот картиночка там есть интерсвязь на третьем слайде у нее занято например с 9 по 13 канал она может сидеть не на всем диапазоне она может например занизить себе ширину полосы за счет этого ну упадет скорость и она может вещать например на одном тринадцатом или еще уже там например она берет не 20 мегагерц 10 или 5 мегагерц ширину полосы и вещает на ней а свободные занимают другие которые в этом же канале но на соседней частоте то есть за счет этого то есть пилится как раз таки по кусочкам то есть да если бы например это интерсвязь взяла встала бы на какой-то на шестой канал и заняла бы все 40 и вообще было шикарно то есть она бы всех задавил слушай а раз уж вот мы тут активно стали про каналы мегагерц и мы вот слушателям далеким от радиосвязи обещали чуть-чуть раскрыть вообще всю эту историю то есть расскажи что это вот за 12 каналов такие почему что там перекрывается зачем почему это пятый слайд переходите на него есть 12 каналов то есть 13 30 это для северной америки европа нет 12 для северной америки 13 это европа и 14 это япония это даже отдельный стандарт 802 11 джей то есть джапань то бишь он изначально они его сделали для себя чтобы у них было четыре не пересекающихся канала они 3 в чем это преимущество ну можно сделать четыре точки с не пересекающимися каналами вот как я говорил то есть она может вещать во всем диапазоне чем шире полоса который ты вещаешь тем больше ты можешь передать инфы то есть за счет модуляции ты можешь тот же промежуток времени передать больше информации ну там сложно там много математики и вообще все грустно на самом деле там то есть например тот же 802 11 те же тот же как он у нас называется я сейчас не помню не помню не помню это все мы умные второй ссылкой в гугле как он называется к юм модуляция модуляция методом квадратичных амплитуд то есть например старенькие маленькие галименькие роутеры там которые какой-нибудь там грустненький asus или длинк лет 10 назад не могли передать например на к юм 256 или на к юм 128 чего потому что у них мощности проца на это не хватало потому что там надо считать очень большие толстые матрицы то есть это уже в самом радио чипе имеется в виду не совсем то есть чтобы за счет фазировки сигнала передать больше информации нужно очень много считать маленькие старенькие железки просто этого не могли поэтому сейчас то есть это абсолютно реально и то есть есть такие модуляции как и ам 128 киом 256 то есть я могу сейчас кинуть тем кто не знает что это такое в чате клинк мяп ссылочку на эту статью если то есть вы не знаете что это то есть там очень все хорошо объясняется с картиночками ну думаю можно хуже точно не станет слушай а пока кидаешь а чё ж тогда получается одни японцы то такие хитрые придумали себе вот лишний канал почему другие то есть они ну это короче сейчас будет минута политоты давай есть простые смертные а есть злое государство есть поганая военщина которая занимает телевизионщики те же самые которые занимают себе все частоты а радиолюбителям отдают ну давайте короче вот вам там кусочек сидите в нем парьтесь как хотите точно так же и с вай-фаем то есть чё там у нас это чё там у нас самое бесполезное чё нам не жалко то есть или чё там сильно изначально 2.4 отдали под вай-фай потому что там было все очень плохо там очень много шумов на ктен на нем никто не работает из военных он никому не нравится все вся логика то есть из-за этого его отдали ну так скажем на растерзание вай-фай альянсу сказать кто не знает вай-фай это торговая марка вай-фай это не 802.11 вай-фай это вай-фай альянс это торговая марка в которой куча производителей тех же циска и bm google и там много очень людей туда входит собственно они занимаются придумыванием идей то что бы нам еще придумать а разрабатывает 822.11 стандарт и и и и и институт инженеров электротехников это просто если бы я когда-нибудь туда попал в комиссию я бы просто лег умер от счастья это не знаю по моему это самая вообще высокая ступень эволюции инженера лечу умереть от счастья не попасть в и и и и лечь и умереть от счастья можно много чего а кстати а почему почему вообще вот ширина канала 22 мегагерца почему не 19 вот откуда это 22 взялось есть какие-то причины почему 22 да в принципе нет то есть не ну то есть именно и я нам не рассказывает почему так случилось то есть она разработала стандарт сказала вот но так мы сказали то есть а именно первопричин почему они так захотели сделать нет логических то есть ну они может есть но мы их не знаем то есть они придумывают стандарты они не рассказывают почему и как придумывают в основном то есть у нас есть полоса на самом деле ты можешь вещать и не в 22 то есть если ты вещаешь не стандарт то есть те же микротики позволяют ну то есть просто я с микротиками работал хорошо те же микротики позволяют 40 мегагерц полосу вещать и шире то есть у них даже есть такая настройка супер channel ты можешь вылезти из 14 каналов то есть из крайних например ты можешь уйти вперед от 2 412 еще чуть-чуть короче влево или 2 484 еще чуть-чуть вправо можешь улезть другое дело что если тебя поймают те показки настучат но это возможно но мне кажется чем то есть не кажется чем шире канал тем больше мы тут него можем не канал а полоса тем больше мы можем него впихнуть да то есть сколько по максимуму мы смогли уместить тека тот канал который у нас есть только мы и ну они выбрали полосу вопрос почему каналов именно столько и как бы они ограничены тем диапазоном который правительство выдало для вай фай да 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 именно так то есть а на суть в чем 2400 это микроволновки это bluetooth это всякая гадость которая ее настолько много что правительство она мешается и в нем просто этот диапазон никто не любит он сильно шумный банально поэтому если то есть его отдали на каком ну прям явно вот с таким предлогом его отдали то есть если вы на нем что-то сможете да забирайте вообще то есть именно так и было то есть изначально никто ничего не хотел отдавать сейчас же есть например стандарт я сейчас его конечно не вспомню на память ну все видели статью по любому вай фай начали частотах на хабри она пару раз проскакивала то есть это вай фай альянс сейчас пытается отжать не используемые частоты у телевизионщиков то есть грубо говоря роутер просканирует сеть ну в этом диапазоне частот да то есть перри по которым передается обычное телевидение по радио до того как появилась кабельная то есть и если на нем есть свободная частота если на нее не идет вещание она занимает ее и вещает на ней то есть это увеличивает дальность это снижает скорость но увеличивает дальность нам очень сильно то есть например вай фай у нас будет работать не на там не на каких-то галимых 100 200 метров на километре учетом у нас юбики сейчас позволяет 30 километров ну лабораторных условиях то есть я сам дальше трех километров не пробовал можно будет вещать на 200 на 140 километров то есть если вам именно нужна дальность и не критична скорость у нас так на 40 было после 40 километров до но это наверное там хорошая антенка стояла ну да птички падали и не без лицензии не ну как есть же что ну лицей это птички падали это такое был я на радиостанции один раз и там внутри кобелей течет фреон для охлаждения бывает такое я когда учился нам старый препод который ой что же нам там рассказывали ну в общем основы радарной техники или что-то такое вот он рассказывал как они там где-то значит строили в аэродром и там вот был какой-то радар и что-то они никак не могли проверить что он работает или нет и вот бежит мимо кошка ее хватаешь палки привязываешь в этот в рупор так засовываешь до трех считаешь вынимаешь вареная значит работает так что птички падают это может быть не шутка это вообще не шутка ни разу у меня знакомый живет на против прям через дорогу от челябинской радиовышки мы брали консервную банку когда я учился в техникуме наматывали на нее пара витков проволоки подключали маленькую трехвольтовую лампочку она светилась тускленько чуть-чуть носите кстати а вот ты сказал про то что диапазон пересекается с блютусом и микроволновкой она прям все в одной куче микроволновка шумит вообще в широчайшем диапазон у меня прям вот есть жизненная такая значит проблема есть у меня одна микроволновка и волшебный называю на в ней когда ее включаешь там что-нибудь погреть во всем доме вай-фай падает это вообще не шутка значит где-то на самом деле серьезно значит она у тебя где-то бракованная или дырявая потому что микроволновка должна быть экранирована и самое большое излучение ну внешне у микроволновки идет вверх то есть в крышку она так сконструирована и если у тебя прям все становится плохо с вай-фаем везде то значит что тут с микроволновкой не так без шуток клёво либо ты можешь обкрутить либо ты можешь обтянуть ее фольгой просто по кругу тоже работает ну тогда еще заземлить ее надо будет фольгу ну заземлять уже не обязательно ну а что ж там она нет ты соберешь клетку фарадея с ты и заземлишь кстати вот насчет третьего слайда где все плохо диапазоне можно всю хату фольгой обтянуть можно всей сеткой рабица эффект тот же будет ну маленькой да не 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 сеткой рабица у тебя будет пробиваться там всякие мелкие там 900 мегагерцовый этот то есть есть вообще во первых есть стандарт 800 211 на 900 мегагерц он там не только 2 и 4 он есть 3 и 2 или 3 и 5 сколько 9 2 и 4 3 6 и 5 гигагерц е е 8211 вопрос по микроволновку можно там же тоже на крышке у нее сетка для того чтобы не выпускать из нее волны этой длины да ну что то все равно пробивается из нее всегда я просто чему к тому что длина волны 2 и 4 герц игру 12 половина сантиметров да сетка там ну мелко там несколько миллиметров ничего суть в чем излучатель который стоит в микроволновке он фонит в широком диапазоне у него точно так же как вайфай он не работает на одной узенькой частоте и все у него идеально но постоянно куда-то смещается то есть влияет погода солнечные ветры то как ты повернулся к этой антенке только у тебя в микроволновке еда крутится то есть она широкополосная то есть она шумит в широком диапазоне и что-то из нее всегда выбивается какая-нибудь гадость то есть идеального излучателя нет то есть она вещает как и в коротких волнах чуть чуть так и собственно печи свеча сверхвысокий частот включатель то есть она шумит в широчайшем диапазоне то есть микроволновка именно шумит она не работает на какой-то на одной частоте вот в этом проблема то есть у меня стоит . на кухне но пятерка ей шикарно стоит у меня на кухне тоже 2 и 4 и когда включаешь микроволновку ей тоже такси чуть-чуть конечно не так сильно тебя там прям вайфай дома падает вода есть у меня такая если вайфай дома падает от микроволновки надо чтоб микроволновка с этажа упала а с блютусом то что не так я вот всегда дуэс плиту с том же диапазоне он же по моему я всегда просто думал что у него там очень узенько все его мощность просто меньше он тоже 2 и 4 я сейчас только не вспомню точно какой bluetooth это 2402-2480 очень даже идеально попадает как раз прям в середину вообще почти весь диапазон захвата ну вот значит если у кого-то будет bluetooth на и колоночку и дело что у блюту за мощность маленькая это да ну в общем да можно ли сам насколько метров на пять если хорошо если хватает ой ну не тот же например low energy он рассчитан вообще на там метр и меньше то есть bluetooth low energy у которых который юзают все например там фитнес браслет всякая такая гадость он больше двух метров вообще не работает ну по идее кстати то есть bluetooth это такое он настолько низкой мощности что например на улице он может не работать а в комнату зайти он будет работать у меня колонка работает на расстоянии метров четырех наверное колесо только на расстоянии метра во вторых там очень все с передатчиками у bluetooth от прям их колхозит вообще все кому не лень то есть основные производители вайфайного оборудования несмотря на то что там их куча там всякие микротики там арубы и тому подобное они все юзают либо атеровские либо атеросовские либо бродконовские чипы поэтому если ты знаешь физику передачи то как она тыкается в интерфейсе железки тебе уже не сильно страшно важно зная как в принципе работает физика вайфай тебе без разницы на каком железе и настраивать физика везде одинаково работает без пощады раз мы уж опять сказали физика мне кажется что уже можно на шестой слайд перейти там вот как раз вот физика 6 слайд самое вообще прям мой любимый очень красивенький это диапазон пятерки вот там есть 165 канал самый правый на нем можно вещать одним ватом что такое dfs dfs это очень плохо это dfs юзу это диапазон которым его тоже отдали просто на откуп вайфай альянсу и в нем работают различные метеос не метеоспутники метеоспутники в более узком диапазоне там вот витер радар есть то есть от 116 до 132 в нем работают метеоспутники а dfs в нем работают различные локационные радары авиарадары морские радары и dfs это 802 11h стандарт автоматической смены частоты диман динамик frequency selection если на этом честно той частоте на которой работает ваше вайфай оборудование dfs по умолчанию по моему включен сейчас везде его даже отключить нельзя то есть он в прошиве встроен если на этой частоте в этом диапазоне ну на то что те которые вы занимаете или на той числе которые вы хотите занять вещает какой-нибудь спутник какой-нибудь радар то есть морской ли авиа то есть ваша железка выберет какой-нибудь другой канал который свободный то есть ей наплевать на то что вы настроили она переедет на другой канал потому что так сделан стандарт но тут тогда значит надо надо уточнить вот мы говорим 165 каналов да то есть это 165 реальных каналов но в смысле что у нас вот если сидим там я не знаю на 124 канале томас полоса сколько занимается насколько нам на три соседних ну вот там же есть ширина то есть можно занять 20 40 80 160 вот это был как раз следующий мой вопрос то есть а сколько надо то и откуда вот берется а сколько хочешь 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 больше скорость занимай шире полосу другое дело что на другой полосе может сидеть какой-то другой перец он тебе будет мешаться тогда тебе проще занять частоту поменьше точнее ширину поменьше то есть чем выше ширина передачи чем выше полоса чем шире полоса тем выше скорость потому что там на модулировать можешь поднесущих больше но тем меньше расстояние насколько я помню должно быть да потому что ну и нагрузка на железку будет больше ну конечно чтобы это ощутить при существующем уровне железа и мощности это надо прям нехило и нагрузить но вообще да ну да и то есть модуляция больше у тебя к юан будет больше за счет этого то есть ему сложно будет считать опять же помехи будут очень сильные snr будет большой то есть поэтому так дальность меньше но скорость выше то есть пятерка она чё там пятерка это это мало это пятерка придумано чтобы вещать дома чтоб не было такой картины как вот на слайде на третьем когда мы опустимся чуть чуть дальше можно прям сейчас опуститься на 13 слайд кому это интересно там есть очень такая классная картинка как затухание сигнала в децибелах при прохождении через вещество определенное через человека через стены деревянные бетонные то есть например если я зайду за две стены дом я свою пятерку уже не найду это на какой частоте на пятерке они начали на каналах это наверное на 40 до дома у меня стоит 40 80 а что же я тоже дома можно поставить просто я чувствую но не на не на не на всякой частоте она доступна 160 у меня стоит 150 какой-то там канал если я сейчас правильно вспомнишь смогу посмотреть скажу на пятерке у меня стоит частота 5 200 частота и ширина 20 40 80 то есть если она есть свободная то он ее займет если нет то он уменьшит ширину полосы ну даже с учетом того что я буду вещать на двадцатке за счет того что пятерка быстрее то есть длина волны меньше можно ее очень круче промодулировать чистоту за счет этого я могу выжать при той же мощности скорости при той же полосе в 20 мегагерц по сравнению с 2 и 4 я могу выжать скорость 22 с половиной раза больше за счет того что пятерка у пятерки длина волны меньше и можно более круто промодулировать цепок от еще далеко не ушел по теме пара моментов мой вопрос для от того кто вообще мало понимает как работает вайфай я понимаю что модуляцию адаптируют зависимости от того какое у него соотношение сигнал шум да да какой у него фидбэк от да 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 вот он адаптирует это как конкретно каждому клиенту каждому подключенному устройству или вообще от по худшему вообще то есть есть понятие вайфай я сейчас вспомню такая вкладочка есть как ccq грубо говоря это процент принятых и потерянных пакетов то есть он тоже вместе с снр он иногда может настраиваться может не настраиваться на различном оборудовании за счет этого собственно и происходит высчит модуляции высчитывание модуляции необходимой ну в принципе да то есть он выбирает можно самому в принципе это настроить то есть при то есть какая на какой модуляции фиксирована будет работать железо и будет выбирать нет но допустим у меня по умолчанию настроена железка один человек находится в этой же комнате а другой там через две стены он будет адаптироваться каждому отдельно или просто выберет худшую модуляцию каждому отдельно он каждую передачу это считать то есть это благодаря это time division он будет по-разному есть сигнал есть же этот как как они называются собственно служебные пакетики служебная передача которая говорил это все считается в ней то есть он постоянно это делает и постоянно подстраивается цифра я конечно не назову то есть как это происходит именно в цифрах но он это делает постоянно то есть и для каждого клиента индивидуально потому что несмотря на то что это широковещательная сети то есть к одной точке может подключаться куча народов одновременно они работают только по одному то есть в каждый период времени работает либо клиент либо . поэтому каждый считает для себя единомоментно то есть в этих служебных сообщениях передается какая модуляция для данного устройства используется а я модуляция да какой у него уровень сигнал шум то есть там куча инфы передается то есть там полезного трафика там нет там служебная инфа так а если мы уже заговорили что может подключаться куча людей да и тут мы видим прямую уже такую зависимость от вычислительных мощностей так вот эта куча в итоге это сколько ну например для некого среднего домашнего роутера я например микротику 2011 128 оперативки 600 герц процессор одноядровый вообще далеко не самая мощная железка я подключал к нему 600 800 человек он даже не бы хотел жди 600 клиентов на одну точку да то есть именно не менее диапазон и то есть во первых ограниченный диапазон во вторых то есть . то работать на одном канале и все клиенты тоже лезут в один канал это раз вторых все передают по очереди то есть будет не столь высокая нагрузка только канал будет занят то есть канал будет занят настолько что железка не нагрузится она все равно обрабатывает одного по каждого по одному другое дело если у вас например . какая-нибудь не домашняя что-то ядреная у которого например мимо 4 на 4 то есть него 4 передатчика и 4 антенки то есть 4 приемника 4 передатчик или еще покруче то есть там мимо восемь на восемь я не помню какой самый высокий стандарт мимо сейчас 10 на 10 12 на 12 то есть это столько то есть приема передатчиков и столько же антенок находится в железке то есть и она одновременно может передавать отдельно с каждым то есть это уже другой вопрос вот это уже может нагрузить железку а если вы работаете то есть например на одной частоте в одном канале то есть не разделяя то есть пусть даже у вас прямо 2 на 2 мимо 3 на 3 если у вас это все в одном канале настроена то вы будете работать каждый момент времени только с одним клиентом и это почти никак не нагрузит вашу железку то есть в одном канале на одной частоте в одной полосе вы работаете только по очереди только . общается не сразу с одним не сразу со всеми они вещают все по очереди именно за счет этого с вайфаем все плохо потому что все орут в кучу то есть а работаешь ты все равно с одним по очереди ты не можешь услышать всех одно ты можешь услышать всех одновременно для тебя это будет большая одна большая помеха не ясно ты ее бросишь а вот про это расскажи чуть чуть подробнее как они договариваться друг с другом нет эти устройства ну то есть какой-то интеллектуальный алгоритм или просто ждут когда будет свободен эфир и начинает вещать да либо так то есть ну просто кто я вижу свободное я сейчас начну орать то есть либо есть такое понятие как rts cts то есть request to send clear to send то есть железка ну . то бишь передает каждому клиенту который хочет с ней поболтать флаги о том что сейчас ты можешь вещать то есть она передает определенное количество пакетиков у нее забирается этот флаг передается другому то есть либо они все орут в любое свободное время и . уже разбирается всей этой кашей либо они все передают по очереди порядке в основном это в порядке подключения то есть если ты первый подключился то есть к этой точке тебе первому флаг дадут ты 2 подключился те второму флаг дадут то есть и так они по кругу ходят кстати опять же это защита от скрытого узла например то есть если у вас . ну с хорошей антенкой там с хорошим трансивером она достаточно чувствительная один например клиент находится с одной стороны и и другой с противоположной и клиенты друг друга не видят для них это время эфир и то есть для них эфир постоянно чистый и они постоянно долбят а на антенку прилетает все на антенку точки прилетает одновременно вся эта каша и она не знает что с ней делать это тоже помогает то есть это защита от скрытого узла то есть передача флагов тоже от этого защищает это по умолчанию работает или нужно включать отчет нужно иногда иногда по умолчанию работать зависит от железа ну то есть еще может быть не реализовано жизненная значит история до офисного вай-фая когда не знаю стоит какая-нибудь нормальная точка на один кабинет да и в кабинет забивается человек 30 каждого естественно свой телефончик и . от этого уходит просто в себя то есть подключение есть скорости никакой хотя канал свободен вот это почему так происходит потому что вы все сидите в одном канале все долбитесь в одну точку она не может ответить всем одновременно чат всем по очереди но подожди ты только что говорил про 600 человек на один канал ну так всем будет по очереди раздаваться я же говорю то есть не всем одновременно с каждым она работает индивидуально поэтому у тебя и скорость низкая она пилится на всех она пилится на всех больше больше клиентов ниже скорость то есть полоса канала пилится на всех скорость пилится на всех ну окей что тогда делать то потому что положить рядом вторую точку на другом канале нет сейчас нормальное железо позволяет какой-нибудь asus 500 нормальное железо позволяет настраивать на несколько каналов то есть у тебя например с одним клиентом она работа на одном канале с другим клиентом на другом канале это если мимо есть если мимо есть да если нету то если у тебя мимо дома нету не жаль то есть стандарт работа на счетом какие-то бородатые годище 2006 что ли это 10 лет назад было бородатые годище это 10 лет назад намного для идти индустрии там в день не по разу что-то новый выходит. Если все новости читать, голова треснет в день. О, это да, это да. А тут 10 лет целых. Ой, так, ну что, может тогда на презентацию опять что-нибудь посмотрим? Ты нам что-нибудь там расскажешь. Давайте что-нибудь еще посмотрим. Можно еще вернусь немного к вещанию? Вот если у нас одна точка, понятно, она может распределять роли между клиентами. Вот если у нас обычная ситуация, вот эта домовая 2.4, там 5 точек друг друга видят, и у этих 5 точек там 30 клиентов, и они постоянно слышат это вещание не только от своих, но и от соседей. Я сейчас, есть, короче, есть методы против таких товарищей. Во-первых, вы можете занять какой-то канал фиксированно, но это такое, если кто-то тоже займет канал фиксированно, то вы будете оба сидеть как молодцы, а в основном же все настраивают автоматом, а автомат, автоматический выбор частоты работает как? Если на этой частоте кто-то есть, я пойду поищу другую. То есть вы можете... Ну вот, допустим, на всех есть. Он что будет делать? Автоматом он будет искать любую свободную, постоянно перестраиваться, у вас будет постоянно переподключение, происходить. Во-вторых, стандарт 802.11.B.G.A.C.N. Вы можете, например, если это какой-то молодец, который любит железки, там, ИОД, который любит работать на каком-нибудь 802.11.B., на котором скорость, ну, вообще никакая, по сравнению с тем же 802.11.G. стандартам G, можно сделать эту настройку принудительной. То есть, если у вас стоит автоматический выбор протокола, то есть 802.10.B., 802.G., то будет выбираться низкий максимально. То есть, если какая-то железка не работает с этим, с более высоким протоколом, будет выбираться низкий. Если кто-то вещает на этом низком диапазоне, в том же, в той же полосе, может, на соседнем канале, но в той же полосе, оно вам мешается, вы тоже будете работать на низшем диапазоне, то есть на том же 820.B. Это не круто. Поэтому протокол надо тоже выбирать руками. То есть, 802.11.G.N. надо ставить. Не надо нигде ставить А, Б, Г, Н, там, и еще кучу всего, там, какой-нибудь. Все же любят еще нарулить, например, вместо АЕС любят поставить ТЕКИП, несмотря на то, что с 2009 года шифрование ТЕКИП вообще от него отказались, и оно не обязано с 2009 года поддерживаться ни одной железкой. Прям запретили? Не прям запретили, но не обязано поддерживаться, потому что он небезопасен. То есть, везде АЕС. То есть, как раз таки с 2009 года вышло там постановление, что с 2009 года АЕС везде должен быть. Он не обязательно должен быть по умолчанию, но он должен быть. Ну, это уж да, учитывая, что ТЕКИП как бы разбирается уже, не знаю, любым самым старым мобильником. Ну, в смысле, что взламывает сеть. Кстати говоря, та же история с ВЭП. Ну да, они там оба. То есть, он тоже с 2009 года, да, то есть, он в той же куче. То есть, он по умолчанию, он не включен даже, должен быть. То есть, должно быть ВЭПа по умолчанию минимум. То есть, тут-то это как раз таки тоже, ну, регламентируется. Потому что ВЭП, он тоже уже скомпрометирован. Ну да, все за безопасность. Такое тоже. Если тебя хотят взломать, и это кто-то упорный, то ему это удастся рано или поздно. Во-вторых, если у него денег больше. Так-то, так-то как бы и ВЭПа взламывается, и ВЭПа-2 тоже. Не, ну, брутить ВЭПа там знаков в 20, именно в знаков 20, а не это, там не мама мыла раму в пароле. Очень голимо. Там же, небольшой специалист вопросит, но там же какой-то я читал просто, что есть метод по перехвату вот этих пакетов. Хэндшейка? Да, 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 да. И что на основе их анализа там что-то там... Так ты перехватишь шифрованный хэндшейк. Ну вот их вот надо много перехватить, и что-то там они как-то анализируются, и в итоге получается какое-то счастье. То есть ты перехватываешь кучу хэндшейков, и именно анализируешь эту кучу? Да. Или как? Да, да. Потому что обычно как делается? Ну, классический метод, ты перехватываешь хэндшейк, и если он целый, то есть, ну, не битый, к тебе пришел, ты уже брутишь его. Ну, да, да. А здесь вот именно эта куча, она, значит, дает какую-то возможность уже более осмысленной аналитики. Вот этого я не в курсе. Там поди еще какие-нибудь новомодные нейросети прикрутили, да? Наверное, да. Ну, я думаю, что, Марат, к нам же, можно, да, чуть-чуть заспойлерить, к нам же товарищ Синистер вроде как обещается зайти на Оганек. Да, да. Вот можно его палочкой потыкать, будет предмет, но вдруг знает. Ну, вот это уже, ну, именно этот предмет достаточно интересен, потому что вот этого я не слышал. Ну, да бог с ними. Запишем вопрос. Что тогда, побежали дальше по плану? Так, а что там дальше по плану? Плана нет. То есть, есть такая интересная вещица, как зона Фринеля. То есть, это 12-й слайд. Идем мы в разброс что-то по всему, по этому чуду. Ну, на самом деле, это все, ну, различные области, поэтому они связаны все друг с другом, и последовательно их изучать как бы не обязательно. У меня есть такая клевая картинка. Ну, давай уж про зону Фринеля. Мало кто про нее знает. Зона Фринеля. Радиоволна в процессе распространения в пространстве формирует эллипсоид вращения. Вот такая там овальчик есть. Так вот. Красиво сказал. Да. Суть в чем. Не вдываясь во всю эту жесть, этот эллипсоид, 60% зоны должно быть свободны от деревьев, от дождя, от снега. Была такая на предыдущем Линк Миаби про Wi-Fi история, что что-то Wi-Fi у нас не ловит, а там дом построили посередине. Ну, старая шутка, да. Вот. Вот, чтобы такого не было. То есть дом надо было построить до заполнения 40% зоны Фринеля. А потом уже не надо выше строить. То есть, чтобы 60% было свободно. То есть, это все дает помехи. То есть, да, у вас вы можете заполнить чем-нибудь 90% зоны Фринеля. У вас будет Линк. Но скорости при этом не будет никакущей. А с чем связано? С физикой. С физикой. Сигнал поглощается, сигнал отражается. И желательно, то есть, сигнал, даже если длина волны меньше, она может чуть-чуть сбоку, если этот предмет, да, то есть она может его обойти. Если она не прям в центр, в лоб его встречает, она может его обойти. И как раз-таки зона Фринеля это и описывает. Ну, то есть, доходящий до устройства сигнал слишком слабый, и в нем много шума, да? Да. Понятно. А я думаю, что еще тогда можно сказать про мертвую зону? Или она в Wi-Fi не имеет места быть заметной? Ну, как сказать? Мертвая зона это мертвая... Ну, мертвая зона для Wi-Fi, потому что это все-таки... Это СВЧ-диапазон в гигагерцах. Мертвая зона не так страшна, как, например, на коротких волнах. То есть, из-за того, что мы дуем, либо... Это вот, собственно, 11 слайд, это чуть выше зоны Фринеля. То есть, там описывается мертвая зона. То есть, от антенки излучение идет либо до горизонта, либо отражается от ионосферы, и, собственно, угол падения равен углу отражения. То есть, мы увидим мертвую зону. Она может быть как в зависимости от длины волны. От нескольких километров до нескольких сотен километров. Ну, вот мы можем Марата, как не имеющего специального образования, использовать. Марат, ты узнаешь, что такое мертвая зона радиоволн? Это к тому надо объяснить отдельно? А не надо это объяснять. На картинке это очень ясно понятно. Ну, вот глядя на картинку, да. Да. Мне кажется, это понятно. То есть, во-вторых, ну... Докуда не доходит ни прямая, ни отраженная волна? Да. Ну, там не... Там все-таки не так. Там все-таки смысл как бы в том, что у тебя вокруг антенны существует некая зона, в которой физически невозможно принимать волны. Не-не-не-не-не-не. Это мы уже... Не-не-не-не-не-не. Это уже другой вопрос. Это уже вопрос поляризации антенны. Это следующие слайды чуть пониже. Это 16-й и ниже. То есть, это уже именно мертвая зона поляризации антенны. В котором она ловит... Она ловит чуть-чуть, но прям очень плохенько. Можем сейчас, собственно, спуститься до 16-го слайда, если кому-то это интересно. Собственно, то, что я рассказывал в начале. Можно, например, штыревую антенну, которая стоит во всех дешевеньких раутерах. Это вот 17-й слайд. Направить ее на себя, и как раз попадете... Это идти метров на 5-10, и вы попадете в мертвую зону. Сигнал будет минимален. Да? Это не диаграмма направленности? Это и есть диаграмма направленности, да. То есть, в одну сторону она усиливает больше, чем в другую. Это поляризация антенны, собственно. То есть, это диаграмма направленности, это одно и то же. То есть, к мертвой зоне это не имеет отношения? Нет. Это мертвая зона поляризации. То есть, мертвая зона в диаграмме направленности. А мертвая зона при передаче сигнала, уже при отражении, это вот 11-й слайд. То есть, это и то, и то мертвая зона, но просто она относится к разным областям для разных вещей. Ну, раз уж мы тут заговорили про мертвые зоны, вопрос был в чатике про бимформинг. Им же можно манипулировать, где будет сигнал лучше, где будет он хуже, где он не нужен? Еще раз, я не услышал. Бимформинг. Ну, я так понимаю, когда у тебя диаграмма направленности подстраивается под клиента. То есть, если у нас один клиент, он где-то в определенном месте, мы туда направим весь, всю мощность. Как сказать, поляризация антенны постоянно. То есть, если у тебя антенка не крутится, ты никак не сможешь направить в одну сторону сигнал, если она у тебя всенаправленная. Если только ты ее как-нибудь не повернешь там каким-нибудь лепесточком. Лепесточки обычно направленных антенн. То есть, всенаправленная, она дует от себя во все стороны. Ну, это, я так понимаю, это уже многоантеннная история. То есть, если у тебя... Ну, нет, так ты можешь, например... Это уже другое. То есть, если ты, например, у тебя есть антенны направленные, и они направлены в разные стороны, если клиент ловится на какой-то антенне плохо каким-нибудь боковым или задним лепестком, это вот, например, 18-й слайд, там видно, у нее есть, собственно, задние и боковые лепестки, в которых она тоже что-то ловит, но плохо. Если у вас таких антенн много, они по кругу расставлены, ты можешь с этим клиентом общаться через другую антенну, которая, например, основным лепестком ловит, собственно, этого клиента. То есть, ну, если у тебя одна точка, что-то я не могу сказать, что-то не получится у тебя такое, по-моему. Нет, с одной, конечно, не получится. Да, я вот тут нашел-то. По-умному, по-русски называется адаптивное формирование диаграммы направленности. Вот на Хавре нашел статейку. Передатчик приблизительно определяет местоположение приемника и, руководствуясь этой информацией, формирует сигнал нестандартным образом. Нет деталей про то, как это сделано. Не, ну, я понял, в чем идея, но, честно сказать, я даже с таким не сталкивался ни разу. То есть, ну, это по-любому, это не одна антенна. То есть, он, скорее всего, будет общаться через разные антенны. Если он одной ловит хуже, он пересядет на другую. Или начнет как-то две там синфазно хитро работать. Ну, бор с ним. Чего как бы мучиться, раз никто не знает? Всегда есть место, куда расти. Вот, можно будет потом почитать. А, все, я понял, в чем шутка. Там взаимодействие именно сигналов, то есть, волн, то есть, есть такое понятие, как интерференция волн. Она может как усиливать сигнал, так и ослаблять его. И роутер или точка доступа, ну, неважно, сама железка, которая передает, она особым образом рассчитывает эту интерференцию, чтобы она в том месте, где находится клиент, интерференция усиливала сигнал. Хитро. Очень хитрая тема, то есть, ну, в принципе, да, то есть, в принципе, это возможно, то есть, ну, просто я не думал, что это где-то реализовано вообще. То есть, идея, да, идея рабочая, вполне. А физически каким образом точка на антенны, ну, реализует это? У тебя есть одна и более антенки. То есть, я вот сейчас даже картиночку, я нашел тут это, все мы умные, второй ссылкой в гугле, снова и снова. То есть, я вот нашел статейку, я ее скинул в чатик, то есть, там это описывается как раз с картинками. Предлагаю это оставить как домашнее задание. Предлагаю как домашнее задание оставить список литературы в конце и полистать. Там, на самом деле, если ты ничего не знаешь в Wi-Fi, там достаточно, ну, нормально описано, если ты прям совсем все плохо, потому что, если ты знаешь весь Wi-Fi, то можно и не читать. Я сейчас в презентации открыл опять эту твою таблицу, где ты указал величину затухания для различных преград. Вспомнился, значит, реальный случай с работой. Делали Wi-Fi в одном, короче, грубо говоря, офисное помещение, да, то есть, стандартно идет коридор, стоят кабинеты, там развесили точки, включили, и вот в одном кабинете, ну, никак нету сигнала. Вот просто ни в какую там. На метр подвинешь, сигнал появляется. Уберешь обратно точку, нету сигнала. Стены везде одинаковые. Все смотрели. Думали уже там, я не знаю, строители, может, там действительно в стену лист железный закатали. Что, короче, выяснилось? Выяснилось, что между точкой и этой комнатой, значит, находится туалет. А в туалете во всю стену висит огроменное зеркало, которое, не знаю, что они в это зеркало туда напылили, но оно, короче, выступало просто тупо экраном. Отражало, да? Если металлизированное покрытие у зеркала, да? Запросто. Так же, там же, вон, там есть тонировка и тому подобное. Да-да-да, запросто вообще. Вот, ну я это к чему? Все. Очень популярный и частый вопрос, который я слышу. Можно ли вешать Wi-Fi-ные точки под подвесные потолки, типа Armstrong и прочие вот эти офисные, потому что бывают люди, которым некрасиво, что висит под потолком, они требуют убрать. Админ начинает спорить, что так Wi-Fi не будет, если убрать под потолок. Если не металлизированное покрытие, так же, как с фальшполом. Фальшпол, например, есть с металлизированной подложкой, ну, для прочности. А есть без металлизированной подложки, да? Если она без металлизированной подложки, то можно. А если с, то можно, но не нужно. В общем, коллеги, у кого директор говорит, что некрасиво, убирайте за потолок, не трепайте нервы. Не совсем. В любом случае нужно тестирование. То есть последних, почти последних, 22-23 слайд, есть картиночки по софту, которые используются для расчета Wi-Fi в помещениях. То есть, ну, и не только в помещениях. То есть, это томограф сейдсерви и сейдсерви от eKHAU. Все равно, то есть, сколько я работал с ними, мерить на живую в любом случае приходится. То есть, вообще никогда не работает так, как на картинке. То есть, процентов 30-40, это не, то есть, просто наполненного помещения, да? Не подходит. То есть, а если это какие-то конференции, вот, что у нас было недавно, там, тот же Як, то есть, и тому подобное в Москве. То есть, люди, в зависимости от того, где какие стенды, какая программа, мигрируют по-разному. А все же знают, как выглядит звукозаписывающая студия. То есть, куча поролона пирамидками, который гасит звук. Так вот, люди выступают так же. Радиосигнал между людьми переотражается и затухает в них. То есть, и от того, как мигрируют люди, будет изменяться уровень сигнала в разных местах. То есть, и очень качественное железо может перенаправлять мощность и перестраивать каналы в зависимости от того, где людей больше и меньше. Знаешь, что хочется сказать? Люди, жрите больше. Становитесь больше, чем длина волны Wi-Fi. Как и так больше? Нет, ну, чтобы я... 12,5 сантиметра. Я имел в виду руки, чтобы были больше. Тогда, да, будет стена и все, проблема решится. Нет, так наоборот. Нет, как раз 20-й слайд показывает это отлично. То есть, руки вверх и стоим все плотничком. То есть, сигнал будет, во-первых, отражаться между рук. Во-вторых, отражаться между людьми. Во-вторых, он будет, в-третьих, идти дальше. Потом отражаться от бетонного пола, подниматься. И еще раз между людьми вот так же проходить и затухать. То есть, с точки зрения именно, ну, публики, этот сигнал... То есть, это картина распространения сигнала идеальна. Еще, короче, точки поставить направленные и много. И мощности минимальные. То есть, прям очень узко-узко направленные. Чтобы можно было по разным каналам рассадить. То есть, будет вообще шикарно. То есть, с потолка на публику дуют очень узко направленные точки. И точки, стоящие рядом, не висят на пересекающихся каналах. Минимальной мощностью. А вот такой вопрос от Нуба. Над водой сигнал будет дальше распространяться? Дальше и сильнее. Потому что вода ровная. И, во-вторых, вода это передатчик. В нем скорость распространения сигнала в воде выше, чем в воздухе. И вода ровненькая. Также, например, рация на воде поле будет бить дальше. Потому что вода гладенькая и отражает сигнал. Ну, тогда надо не толстеть, а в воду переселяться. Так ты... Не, так огурец на 90% с СССР. А человек на сколько? На 70% или на 60%. То есть, ты на сколько-то процентов огурец. В тебе и так воды нормально. Это так же, как шутка с пультом от сигнализации автомобильной. Если его к голове прислонить, то это дальше пробьет. До машины можно дальше отойти. Вот тут то же самое. Тебе и так воды достаточно. Здесь надо, знаешь, это сделать такой хитрый прищур советского профессора. И спросить, а как вы думаете, как с подводными лодками связь осуществляется? Они же под водой. С подводными лодками? Ну, как? Под водой. То есть, ну, сигнал, кстати, под водой. Есть такое понятие, как отражение при переходе веществ. То есть, например, переход вода-воздух. Воздух-вода, там, вода-земля. В этом моменте будет происходить, при переходе из одного вещества в другое, происходит до 80% отражения сигнала. То есть, пробьет, во-первых, не все. Во-вторых, антенки, именно радиоантенки на подводных лодках стоят в коках радиопрозрачных. Кевларовых, стеклопластиковых. Так, если мы сейчас вспомним зону Френеля, если больше 80% отражения, значит, работать не будет? Почему не будет? Будет? Скорость низкая будет. Ну, подводные лодки, мне кажется, гигабит не очень нужен. А вообще интересно, да? Сколько реально подводные лодки-то надо? А, это там точка-тире, точка-тире, там много не надо. Так, а видосы посмотреть с Ютуба? Какие видосы посмотреть? Они в автономии плавают. Какие за время отпуска, какие накачал, такие за время плавания смотришь. Не, ну, слушайте, подводные лодки на самом деле до сих пор как бы связываются методом выпускания радиобуйка на проводе наверх, так что... Методом выпускания ракет. Тоже есть такая связь, да. Не очень быстрая. Межконтинентальная связь. Не очень быстрая, но, говорят, эффективная. Ну, да. Не, ну, кстати, межконтинентальная связь. Когда появился, когда появились трансокеанические проводочки между материками, там появился интернет в них, телеграф и тому подобная гадость. Когда туда захотели залезть кабельное телевидение, им сказали, что вы сожрете весь наш канал и мы ничего вам не дадим. В итоге оказалось, что они заняли всего полтора процента возможностей железа и кабелей. А сейчас, вон, трансно-атлантические кабеля тянут ток в путь. Ну, это так. Слушай, а тут чатики вопрос... Минуты есть бесполезной информации. Угу. В чатики вопрос про распространение сигнала в воде, какое там затухание. Говорят, что вообще плохо все работает. Ну, вообще, по идее, вода это передатчик. То есть в ней, во-первых, быстрее должно быть. Во-вторых, у тебя будет момент перехода. То есть переход металл, то есть воздух, например, у тебя же... Ну, антенка-то железная, так или иначе, да? То есть переход металл-воздух более мягкий, чем металл-вода. Поэтому, да, отражение будет сильное, но скорость передачи будет намного выше. Ну и затухание, да, в воде будет больше. Ну да, как правильно в чатике замечают, нет в воде радиовол, все моментально затухает. Это правда. Ну, не моментально, но да. Ну, естественно, да, не прям вот так вот, что взяла из-за духа. Так, ну что? Про роуминг-то будем? А то обещали. Да, что про роуминг рассказать? Собственно, про него уже все рассказано. То есть роуминг со стороны именно физики. То есть это непересекающиеся каналы. То есть надо всех разбрасывать по разным каналам. То есть это желательно пятерка, а не 2,4. Собственно, роуминг со стороны физики, то есть если вы хотите там какие-то межсети услышать и тому подобное, то, честно скажу, не строил. Но роуминг со стороны физики, мне кажется, представляет собой интерес исключительно с точки зрения контроллера, которому надо постоянно отслеживать сигнал шум до клиента и понимать, в какой момент его надо перекинуть. Еще умудриться пакетик не потерять в этот момент, проклятый. Опять же, не совсем. Например, те же, кстати говоря, не совсем. Тот же, например, Ubiquity, они могут, у них точки, могут общаться между собой, как бы, если их один раз сконфигурировал клиент, то можно, ну, контроллер, потом сервак можно даже погасить, они поработают нормально. До момента, когда потребуется, например, следующая аутентификация пользователя, переаутентификация пользователя. То есть, они отлично поработают между собой, то есть, и без контроллера. И они могут как раз-таки общаться, то есть, например, одна точка может сказать другой, о, он давай к тебе идет там клиент, давай-ка ты его себе забери, короче, а то он скоро у меня кончится. То есть, вообще, да, то есть, балансирует обычно, балансирует именно нагрузку по каналам, по частотам, то есть, собственно, пакетики Clear to Send раздает, собственно, контроллер, да. То есть, с точки зрения физики это несложно, то есть, разбросать всех по разным каналам, то есть, в точках, если точек много, то в точках, которые пересекаются сигналом, не ставить пересекающиеся каналы, то есть, например, стоит у тебя первая, вторая, третья точка, вот у них также должно быть один, два, три, у следующих так также. То есть, чтобы не было, например, у тебя две соседних точки, на обоих второй канал настроен, или третий, или десятый, ну, неважно, то есть, соседние каналы, которые пересекаются, чтобы позволить работать на максимально широкой полосе. Не юзать 2,4, вообще никогда забыть о нем, по-моему, пятерка уже на всех голимых мобилах есть, если я не ошибаюсь. Ну, не во всех, не во всех, ну, если ты только ходишь с тапочком, ну, в основном, как бы, проблема цены, то есть, железки с 5 гиггерцами тупо дороже, хотя, ничего сложного. Кстати говоря, кстати говоря, каналы мощность, кто-то, если есть в сети любители айфонов, маков и вообще яблочного металлолома, никогда не используйте... Это вызов. Чё, хайпанем немножечко. Никогда не используйте первые и последние каналы, потому что, так как связь широкополосная, Производители железа снижают мощность и чувствительность оборудования на крайних частотах, чтобы ты не залез в нелицензированный диапазон. Просто в России это не так страшно, если ты залез. Если ты залез в Европе или Штатах, тебе сильно настучат показки, если ты залез в нелицензируемый диапазон. Точнее, ну, в неразрешенный диапазон, который лицензирован уже кому-то другому. То есть ниже первого или выше последнего канала, там, 10-го, 14-го. То есть, если вы любители яблочного железа или у вас его много, не используйте крайние каналы. Ну, я, кстати, имел опыт, не помню уже с какими макбуками, которые просто отказывались видеть сети на крайних каналах. То есть, вот реально. Есть такое. Эка, я больше скажу. Это даже в официальной документации на чипы написано. То есть, чипы для яблочного железа производятся, ну, уже с урезанной прошивой. Специально она хуже ловит и меньше мощность дает на крайних каналах. Специально сделано, чтобы железо, если настроено автоматически, чтобы лезло на какие-нибудь каналы, ну, по центру. Прям так сделано. Так, а не пора ли нам по вопросам слушателей побегать по присланным? Или как? Или еще хочется что-то сказать? Да, давайте. Ну, давайте тогда сначала то, что нам присылали. Интересно бы узнать про коллизию в беспроводной среде передачи данных. Так, мы что-то про это говорили? Да, говорили уже. То есть, не совсем коллизия. То есть, ну, когда вот, грубо говоря, на точку прилетает, если имеется в виду, если я правильно понял, когда на точку прилетает сигналы от того и от другого, то есть от двух клиентов, от трех, от ста, там, неважно, одновременно, будет коллизия. Ну, точка посчитает это как помеху и отбросит этот пакет. А как же страшное слово интерференция от двух точек? Это помеха. Какая разница? Помеха. Я имею в виду, ну, чисто теоретически, две точки же могут сложиться. А, чисто теоретически, да, помеха будет. Просто они, я и говорю, две точки, которые слышат друг друга, не должны работать в одном канале на пересекающихся частотах. Не должны. Но, если они это делают, они посчитают это как помеха. Все. Очень просто. Так, спрашивают про 11N Greenfield, без наличия точек B и G, прочие прелести, сюрпризы при отказе от обратной совместимости с Legacy для улучшения производительности. Например, варианты развития событий, если рядом точки BGN, но на них нет клиентов BG, или при прежнем отсутствии BG, такие появляются и как это влияет на N. Вот у вас настроена точка BGN, и все работают на N, им всем шикарно, например, да? Ну, как N? N это, собственно, MIMO. То есть, они все работают на G, просто их больше, и там модуляция другая. Чисто технически, каждая отдельная точка работает на G с другой модуляцией. То есть, модуляция шире, за счет этого скорость выше в каждом канале. То есть, за счет модуляции. Она пересядет на нижний протокол, на нижнюю скорость, на нижнюю модуляцию, на ту, которую будет поддерживать низший клиент, если он не держит более высшие стандарты. Поэтому, да, надо ставить чистые высокие модуляции и стандарты. Но тогда к ним не подключится мелкое оборудование. Он не будет переключаться сначала с одного на другой протокол, потом на третьего, если ты общаешься с третьим. То есть, он не будет каждому передавать с отдельной модуляцией, с отдельной скоростью. Он будет всем передавать на самая минимально возможная скорость. То есть, он будет на максимально возможной передавать. Но если не подключится клиент, который не может эту высокую скорость, тогда он пересядет на нижнюю. Поэтому, если у вас, например, все точки, все клиенты поддерживают высокие стандарты, то ставьте высокие стандарты, отключайте все мелкое. Отлично. Так, следующий большой вопрос. Но, значит, все сводится к тому. Но, опять же, не совсем, не совсем. Не соглашусь. Сам собой? Почти да. Есть такой вопрос. Как раз таки вот. То есть, я говорил про пакетики, которые служебные, и пакетики, которые полезный трафик. Надо настроить так, чтобы служебный трафик, именно служебный трафик гонялся на самом, ну не на самом, но на более низком, на более низкой модуляции, чтобы дальность подключения была выше. Ну, если вам, конечно, это критично. То есть, например, вы хотите, чтобы вафли у вас там, то есть, ну, если у вас какая-нибудь комиссия в продакшене, и они проверяют, чтобы везде ловил Wi-Fi, а не скорость его, то ставьте модуляцию поменьше. То есть, чтобы Wi-Fi был везде. То есть, можно отдельно настраивать руками модуляцию для служебных сообщений и для данных? Ну, желательно, да. Ну, смотря какие у вас требования. То есть, если вы хотите везде высокую скорость, то ставьте везде высокую модуляцию и на служебном трафике. Потому что служебный трафик гоняется медленнее, потому что нужна гарантия его передачи. То есть, чем ниже скорость, тем выше гарантия передачи пакетика и тем ниже модуляция. Чем выше модуляция, тем выше скорость и тем ниже вероятность передачи пакетика. То есть, поэтому, если вам нужна скорость высокая, то служебный трафик гоняйте тоже на высокой модуляции. Ну, что там, какой следующий вопрос? Вопрос длинный, сложный, но, значит, если вкратце, то так. Сколько по времени происходит обработка сигнала внутри Wi-Fi модуля? Из чего складывается это число и можно ли его уменьшить? То есть, если, например, обработка занимает одну наносекунду, а мне надо 100 пикосекунд, можно ли что-то откинуть? Ох-ох-ох-ох-ох, сложный вопрос. Честно, вот никогда об этом не задумывался, сказать не могу, честно. А вот настройка паузы между передачами в нормальном железе настраивается. Это практически любой самый галименький микротик позволяет. То есть, именно скорость в наносекундрах между передачами, то есть, есть всегда пауза между передачами. То есть, ее можно как увеличить, так и уменьшить. А вот насчет именно внутри модуля, вот тут я не смогу сказать. К такому меня жизнь не готовила. Ну, это уже, да, это вопрос уже, наверное, может быть даже к электронщикам. Это уже, да, это уже надо, я думаю, прошивки и даташиты курить. Да-да-да. Ну, вот следующий вопрос у нас тоже за жизнь. На каких частотах фонит ЛЭП? Как это сказывается на радиосигналах разной частоты, даже в условиях прямой видимости? Почему у меня в одну сторону 100 мегабит, в другую 30? Или можно ли использовать РЛЛ, чтобы спастись? Насколько я знаю, ЛЭП у нас, частота тока в России 50 Гц, значит, фонить, если я не ошибаюсь, должно на 100. То есть, трансформаторы гудят не на 50, а на 100 Гц, потому что, насколько я помню. То есть, гудят они на частоте в 2 раза выше. Поэтому, в принципе, они не пересекаются. А вот различные дуговые сварочки, грозовые вспышки, дуговые разряды фонят во всем диапазоне частот. Если у вас трамваи рядом, близко проезжают, часто, то есть, и когда они на сцепках проводов проезжают, у них рогами происходит разряд. Его очень хорошо видно, если у вас там микротик, то вы можете посмотреть, собственно, картиночку сигнала, можно вызвать. И посмотреть, там прям видно будет широкую, большую помеху во всех частотах. То есть, также, если грозовой разряд будет близко, то вы тоже его увидите. Если у вас включена рация в это время или трансивер, ну, если вы радиолюбитель, то во время грозы или вспышки вот от трамвая или дуговой сварки рядом, вы тоже это услышите. То есть, прям характерным шумом, просто как белый шум будет. То есть, разряды фонят во всем диапазоне частот. Лэб, в принципе, ну, не должна сказываться. Другое дело, что излучение от лэб, из-за того, что это лэб, очень большое. То есть, когда я катался под лэб на велике, мы с них спускались, потому что током било. И ходили пешком. Вот этот эффект, скорее всего, будет сказываться. На том, что ты не сможешь Wi-Fi использовать. Ну, тут хочется посоветовать всем, кто не знает. То есть, обивать хату фольгой. Хочется посоветовать всем, кто не знает, найти на Ютубе канал Криосана. Это совершенно безумный человек, который там, в том числе от лэб, по воздуху что-то там лампочки он включал и розетки заряжал. В общем, посмотреть хорошо. Так, ладно, давайте дальше. Вот, хороший вопрос. Можно ли Wi-Fi передавать через коаксиальную кабельную сеть? Вот тут я даже сам могу сказать, знаешь, чувак, буква В, она значит, что он беспроводной. Но чисто технически с платы до антенны он передается реально по коаксиалу. Не, ну, чисто технически можно, если понизить сильно мощность, и... То есть, это одна среда передачи. Один канал. В принципе, от одного передачика до другого ты протяни проводом прям. Занись сильной частотой, и придется настроить, чтобы при минимальной задержке работало оборудование. Потому что он же думает, что, ну, в воздухе пока сигнал дойдет. А по меди-то он быстренько вжух, и все. То есть, в принципе, да. Вообще не... А есть какая-то проблема с короткой задержкой? Ну, просто оборудование под это не рассчитано. Оно может не сообразить так быстро. А так, в принципе, нет. То есть, занизить мощность придется, потому что, если ты дуешь с одного, например, с одной точки доступа на другую одним ватом, у тебя передатчики пойдут с хлопком, с хорошим, мне кажется, покорять геостационарную орбиту. Ну, зато тебя, возможно, услышат космонавты. Вот, кстати, с этим у нас связан следующий вопрос, тоже жизненный best practice для глушения или улучшения сигнала Wi-Fi. А, это... Как глушить сигнал Wi-Fi? Да запросто вообще. Берете конденсатор с диодом, заряжаете его в розетку и кидаете на него провод. Провод взорвется, будет эми-вспышка большая, которая загасит сигнал в широком диапазоне. Что я говорил про молнию и про разряды? Это работает для всего. Либо сделать передатчик, который будет в диапазоне Wi-Fi просто сильно шуметь, чтобы все устройства не могли передавать. То есть шуметь настолько сильно, чтобы помехи перешибали все. Так работают, собственно, все бананы. Ну, то есть все глушилки. Я просто сейчас представил картину, как вместо глушилки используются конденсаторы. Приезжает такой отряд людей, которые заряжают их от розетки и кидают на них провода. Постоянно. Как вариант. Неплохая работа, наверное, у человека такого. Постоянно провод взрывать. Кстати, не совсем экскурс в историю. Когда-то давно, когда был только телеграф, я сейчас не вспомню, какой год. Это кому интересно может загуглить. Это в Википедии написано даже. И когда я был маленький, я много смотрел Discovery. Была очень мощная эми-вспышка. Она за всю историю зафиксировалась только один раз. Ну, вот, собственно, вот этот раз. То есть она была настолько мощная, что все линии телеграфа выгорели. Прикол в том, что кроме пары линий телеграфа больше ничего и не было. То есть если бы сейчас произошла такая вспышка на Солнце, то мы бы перешли в каменный век. То есть эта вспышка была на Солнце? Да, это была очень мощная вспышка на Солнце, которая выжгла несколько линий передачи телеграфных. Если бы сейчас такая произошла, то железные стенки в ЦОДах бы не спасли. Мы бы вернулись в каменный век. Знаешь, мне кажется, с этим вот очень хорошо коррелируется следующий прекрасный вопрос. Нам прислали, спрашивают, кто проживает на дне океана. Кто проживает, мы не знаем, но уверенно можем сказать, Wi-Fi у него нет. Wi-Fi у него нет, да. Так. Зато ему вспышки не страшны. Ну, он юзает трансатлантические кабеля. Так, вот. Вот тоже, мне кажется, хороший вопрос. На каком оборудовании можно настроить Wi-Fi мост на частоте 10-11 ГГц со стабильной гарантированной скоростью в гигабит на расстоянии от 2 до 50 километров? 10-11 ГГц, но это не Wi-Fi. То есть Wi-Fi у нас это 60 ГГц, 55 ГГц. То есть стандарт Wi-Fi Geek от 55 до 60 ГГц полоса. То есть, ну и, собственно, то, что еще 0,9 ГГц, 2,4, 3,6 и 5 ГГц. Насчет десятки и одиннадцати сказать не могу. А вообще вот гигабит Wi-Fi на 50 километров, это сейчас... Вообще реально. 60 ГГц ставь себе точки UbiCuty и будет тебе счастье, будет тебе больше гигабитов. Но их надо лицензировать. Или не выше 10 метров? Нет, их надо лицензировать, у них мощность... Не, ну, если на минимальной мощности и дальности, то можно дунуть. Но если ты хочешь дальность 3, 4, 10, 20 километров, у них будет мощность выше 1 ватта. А ты уже... А выше 1 ватта ты попадаешь... Выше 2... Ну, на высоких мощностях, то есть ты попадаешь под лицензию. То есть на 60 ГГц можно вещать без лицензии на 0,2 ватта. То есть 200 милливатт. Если ты вещаешь на более высокой мощности, то нужно лицензирование. Даже на 60 ГГц. Правила такие же, только частота другая. Ну, отлично. Так, очень интересует... То есть оборудование есть? Понятно. Так, очень интересует товарища тема TDM Wi-Fi. Как бороться с проблемами связи, когда абонентские станции находятся на большом удалении, когда влияние межсимвольной интерференции и задержка сигналов начинают вносить сильно весомый вклад? Тянуть провода, ставить больше... Ну, опять же, то есть... Это тупой, конечно, вариант. То есть ставить просто больше паузы между передачами. То есть увеличивать мощность. Но прям вот таких вариантов... То есть уменьшать модуляцию. Ну, прям таких вариантов с наскока, то есть не могу назвать. Если прям что-то заковыристое, а так только тупые варианты в голову приходят. Ну, слёд. Ну, то есть лучший совет при использовании Wi-Fi — не используйте Wi-Fi. Не используйте Wi-Fi, да, конечно. То есть изначально же ходит легенда о том, что... Как появилось слово Wi-Fi? От Wireless Fidelity или что-то такое. То есть типа беспроводная доступность. И на самом деле так и есть. Wi-Fi, он без проводов и везде доступен. Это как с ноутбуком. У ноутбука есть один плюс. Он можно носить с собой. Всё, плюсы кончились. Так же и Wi-Fi. Его можно найти везде. Всё, плюсы кончились. Насколько оправдано развитие стандартов с центральной частотой 2.4 ГГц? Например, для покрытия большей зоны и пробития большего количества стен и перекрытий, в отличие от стандартов на 5 ГГц? Ну, он, собственно, в вопросе есть ответ. Хочешь больше дальность и выше стабильность — бери пятёрку. Ой, 2.4. Хочешь выше скорость — бери пятёрку. Но опять же, как мы сегодня выяснили, оказывается, не на всех телефонах и ноутбуках есть пятёрка. Ну да, но тут, видишь, философию человек хочет. Насколько оправдано развивать этот стандарт? Что, может быть, и не надо уже? Может, хватит? А в плане, с точки зрения физики он уже почти не развивается. То есть всё уже украдено до нас. То есть с точки зрения физики он почти не развивается. То есть на него навешивают модуляцию различную. То есть частоты не меняются. То есть мощность не меняется. То есть с точки зрения физики не так много. Меняется модуляция, но это уже математика, то есть это сидят очень умные дядьки и придумывают протоколы модуляции, как бы нам еще матрицу покруче рассчитать, побыстрее, то есть это все, то есть 2.4 он есть, его много, то есть мне кажется он не вымрет еще достаточно долго, другое дело то, что он подошел, так скажем, к ограничению требуемой скорости, он работает, он достаточно быстрый, но некоторым этого мало. Все, а так-то бы все даже сидели на 2.4, 5, 60 герц были бы никому не нужны, если бы скорости хватало. Отлично, вот, просят еще рассказать про Noise Floor и СНР, какой допустимый, какой хороший личный опыт. Чем меньше помех, тем лучше естественно, то есть в принципе если у вас уровень помех ниже 70 дбм, нормально, то есть 60 это прям шикарно. Если у вас уровень затухания сигнала в месте приема, ну от точки, то есть я не знаю, то есть это может быть разная дальность в зависимости от условий, то есть если у вас 60-50, то это в принципе хорошо, достаточно, то есть ну потому что ну 30-ку словить это только если ты вплотную встанешь. Ну давай, Марат, помогай, что там в чатике было интересного еще? Ну почти на все мы по ходу отвечали, поэтому у меня ничего особо не записано. То есть СНР это, ну СНР это СНР, отношение сигнал-шум, оно точно так же либо высчитывается само, либо настраивается самостоятельно, то есть ну если оно у тебя 100, то все, давай, до свидания. То есть в принципе отбрасывание, если вы настраиваете Wi-Fi, то отбрасывание клиента от точки нужно делать 80 и ниже. Ну прям если совсем все грустно. В идеале надо делать 70 и ниже, то есть чтобы от точки отбрасывало. Ну если прям идеальные условия, а так 80 и ниже, потому что ниже 80 уже будет низкая скорость и постоянно будут пакетики теряться. Вот один из последних вопросов про глушилки, они легальны? Нет, если ты не разботываешь в спецслужбах, то нелегально. А если небольшой мощностью? Нет, ты портишь людям жизнь, ты что? Не-не-не, правда нелегально? То есть собрать-то ты можешь, включить-то ты ее можешь, делать ты с ней можешь что угодно, но если тебя поймают, глушилка окажется известно где. Ну кстати, по поводу поймают, хочется сказать, что это не фантастика, потому что лично знаю историю, когда люди покупали эти усилители GSM, широко предлагаемые, человек решал, что у него в квартире он плохо работает. Купил себе усилитель GSM, включил в розетку, вроде он стал работать хорошо, все здорово, но к нему через пару дней пришли прямо в квартиру и сказали, что-то у вас тут явно не то происходит, давайте-ка мы посмотрим. Да, да придут специально обученные дятлы с очень дорогим оборудованием, и если у тебя будет что-то не то, то ты оплатишь стоимость этого оборудования, не зря оно отработает на тебе. Потому что, ну, штрафы там достаточно нехилые могут быть, именно, то есть, потому что даже, ну, радиолюбительские оборудования, оно лицензируется, если ты там себе на крышу антенну поставил, коротковолновую, ты все равно лицензировать ее будешь. То есть, к тебе это не обязательно, но, то есть, как сказать, если кто-то из владельцев дома, из сожителей в этом же доме, то есть, или просто они залетные мимо тебя проехали, видят антенну, если они проверят, и у тебя уровень излучения будет выше допустимого, то ты попал. То есть, а так, в принципе, лицензирование даже, то есть, КВ не обязательно. Ну что, тогда на этой прекрасной ноте сворачиваем балаган. Да, пошло время. Одну секундочку, можно? По поводу незаконности глушилок понятно. Мы у себя в офисе во время планерок, там, каких-то важных переговоров, маломощную глушилку включаем, которая работает внутри помещения, чтобы сотрудники не отвлекались на мобильные телефоны, телеграммы, ватсапы и прочую. Ничего себе. В гестапо, что ли, работаешь? А вы там дверь не закрываете на ключ? Это, кстати, ну, это не редкость, это применяется, то есть, да. Если вообще это незаконно, другое дело, что, ну, если нету недовольных, если, как бы, все сотрудники в курсе этого, то есть, и не против этого, то это, ну, ладно. А кто-нибудь пойдет и сдаст. То есть, нет, а если, как бы, есть недовольные, то это уже другой вопрос. Ну, а вообще, по идее, в принципе, да без разницы, там, для чего ты используешь. Вот если ты у себя бункер из фольги построишь, тогда, пожалуйста, а вот глушилку нельзя. То есть, ну, в законе именно так. А если ты юзаешь, то юзай пока не поймают. То есть, там без разницы, какая мощность, там дальность, неважно, сам факт. Ну, тогда на этом я предлагаю сегодня заканчивать. Уже чуть больше двух часов. Нет, около двух часов, учитывая, что позже начали. У нас был в гостях Александр Просвирнин с темой физика, Wi-Fi. Спасибо за интересный и глубокий рассказ. Спасибо, что позвали. Да, будет интересно, приходи еще, будешь что рассказать. Мы всегда рады, как ты видишь, людям, которые к нам приходят несколько раз. Вот Саша Синистр, который будет в следующем выпуске, у нас уже было раза три. Ну, как вам, хоть понравилось, хоть что-то было интересно? Отлично. Ну, в чатике тебе спасибо говорят. Да, прекрасно. А, шикарно, хвалите меня полностью. Да, да. Итак, если у кого-то есть вопросы, предложения, хотите задать вопрос Александру или хотите прийти в гости к нам в подкаст, пишите на infosobaklinkmeup.ru. У нас есть также чат t.me, slashlinkmeup, подчеркивание чат. Но вопросы мы там можем и не успеть увидеть, потому что сообщений много. Зато там можно поспорить с Иннокентием, расспросить клипера про Австралию и Амазон. Иногда туда заглядывает Дима Фигель, чтобы хайпануть на тему GNS против VIV. В следующем месяце у нас будет Александр Синистр с очередным забегом в безопасность. На этом у нас сегодня все. Всем спасибо, Александр, спасибо. Спасибо вам, спасибо всем, кто слушали. Пока. Пока. Пока.